Наступила календарная весна. По народному календарю и преданию наших предков, ерилин день, время почитать солнце. Понятно, что в наши северные широты настоящая весна заглянет еще не скоро, но ее незримое пока присутствие уже ощущают, особенно животные. Недаром в старину в это время было принято уделять внимание братьям нашим меньшим. В хозяйство конно-спортивного клуба «Фортуна» весна заглянула в первую очередь, а вместе с весной туда отправились первоклассники на экскурсию. Обитатели фермы порадовали своих хозяев богатым приплодом. Первыми принесли весеннее потомство козочки. И, как говорят сотрудники клуба, это было неожиданно и приятно. Ожидается пополнение у поросят. Несмотря на еще ощутимые морозы, животные рады солнцу и теплу. Животные ощущают тем, что потеплее стало. Это уже не морозы, как были недавно, минус 37, что ударило, хоть и один день, но все равно ощутимо для них. Так они уже, можно их выпускать, гулять на целый день, без пополн. Ну, им это не вредно будет. Может, даже еще и полезно. В клубе большое разнообразие. Шесть породистых лошадей, четыре поросенка, много коз. Две собачки, кошки, куры и енотик. Сюда регулярно и с большим удовольствием приезжают наринмарские школьники, где еще увидишь, погладишь и покормишь настоящего козленка, поздороваешься с енотом. Сегодняшние экскурсанты о лошадях и козах имеют очень смутное представление. Даже те, кто бывал в деревнях, не знают наверняка, для чего раньше их держали практически в каждом дворе. Ну, возили что-нибудь. Что? Ну, молоко, так скажем. А козы зачем нужны были? Не знаю. Ну, коз делают, чтобы играть и гулять. А лошадей для чего? Ну, лошадей, чтобы они бегали там, играли друг с другом. И чтобы заполнить этот пробел в знаниях первоклашек, коновод Максим седлает коня. Небольшой круг за воротами фермы – кульминация экскурсии. По мнению педагогов и родителей, такие познавательные туры для школьников – просто находка. Это и прививает детей вообще с малых лет. Это и любовь к животным, любовь к своей природе, ну и в конечном итоге любовь к своей родине. А так вот здорово. Сегодня мы пришли на конюшню, показали ребятам и лошадок. Они покатались с лошадками, то есть посмотрели еще там зверей, которые здесь есть. А также вот замечательно, что мы еще по организациям ходим. Тоже это как бы с одной стороны и стимул для ребят, и как бы поднятие настроение, а может быть даже и выбор профессии будущей, и остаться здесь в нашем любимом регионе. Кстати, в начале марта еще один праздник. В этот день отмечают Международный день кошек. В клубе «Фортуна» их несколько. А это кошка-приблуда. Она попала в хозяйство два года назад. У нее были обморожены ушки, и она была очень худая. Сейчас кошка прижилась и ждет потомства. Окончательно весна вступает в свои права в день весеннего равноденствия. С 20 по 23 марта. Но уже с первых чисел мы чувствуем приближение чего-то нового и светлого. Возрождение природы приносит и нам самим возрождение. С новой весной! Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.